Друзья, действительно, мир, надежду, покой дает только Иисус Христос. Друзья, спасибо за это участие, спасибо за песню о вере. Действительно, что в эти праздники рождественские мы верой принимаем. Никто из нас не был возле Ислей, никто из нас не был в Ифлиеме. Друзья, когда-то эта вера вселилась в мое сердце, я надеюсь, в ваше, и мы поверили, что был Спаситель мира. Мы поверили, что был Тот, Который пришел, Который родился, Который умер и совершил все, что Он должен был сделать. Дорогая Церковь, в это утро я вас приветствую. В это утро я хочу поздравить вас с тем, что прощены ваши грехи. В это утро я хочу поздравить вас с тем, что вы спасенные люди, и имена ваши записаны в книге жизни. Дорогой мой друг, гость, брат или сестра, если ты не имеешь этого сегодня в своем сердце, это самое важное, что ты можешь задуматься о чем сегодня. Примирился ли я с Богом? Имею я этот мир в Боге, во Христе, надежду, веру и спасение? Сзади меня декорация, и я размышляю, думал, как-то быстро прошел год, он действительно прошел быстро. Ты вспоминаешь прошлую декорацию, прошлая наша декорация была сценкой про спички. Быстро проходит, и вот в этой суете суматоха, постоянные подготовки, репетиции, пение, хоть это музыкальное служение, хоть это декорации, программа, хор, это как мы будем выглядеть, домашние, какие-то украшения. Нужно приготовить свой дом, приготовить подарки для детей, и во всем вот в этом. Я задумывался и думал, не потерял ли я Христа? Не потерялся ли центр Христос во всем этом? Знаете, лет 15 назад я слышал такой пример, его рассказывали, который, может быть, сильно отпечатался в моем сердце. Рассказывали, что у молодых они недавно женились, и они ждали малыша. И когда малыш родился, они позвали друзей, позвали друзей, чтобы вместе порадоваться, что родился малыш. И положили его на кровати, и как бывает зимой тоже, когда холодно, приходят ноги и раздеваются, и надо куда-то вещи положить. И получилось так, что кто-то положил первую куртку на малыша, и не заметили. И приходили дальше люди, и ложили вещи свои, и получилась трагедия. Забыли о малыше, и он погиб. И я думал, вот в этом всем, во всей нашей подготовке, во всем нашем торжестве, как бы оно ни было, имею ли я этот стержень, благодарность, и не потерял ли я свой фокус с Иисусом Христа, что Он пришел для меня и ради меня? Не потерял ли я торжество и восхищение, друзья, в эти праздники? Не перестали ли мы восхищаться Христом? Этот вопрос пусть прозвучит для вас, и вы можете ответить на него сами себе. Если я до сих пор восхищаюсь Христом и вестью Рождества, что меня восхищает в эти дни? Ответьте себе, что меня восхищает с историей Рождества? В начале моего слова я хотел бы прочитать место, всем вам знакомое, которое записано, пророк Исаия писал, долго лет до рождения Иисуса Христа. Он писал те слова, которые вы часто слышите. 53 глава, 2 стих. Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлек бы нас к Нему. В современном переводе, это звучит немножко по-другому, Он вырос перед Господом, как маленький росток, как корень, растущий в сухой земли. И в нем не было ничего необычного. При взгляде на Него мы не находили ничего, чтобы особенно привлекало нас к Нему. Я задумался, когда готовился к Слову на Рождество, я думаю, Боже, мы все знаем, мы знаем историю о Рождестве, мы знаем, как родился Иисус. Но я подумал, почему именно так, Господь, почему Ты так сделал? Неужели, вот действительно, не было места в гостинице? Неужели Бог не мог сделать так, чтобы было место? Знаете, когда рождается малыш, я замечаю, мы хотим сделать для него все самое хорошее. Мы скупаем новые вещи, мы часто покупаем новые коляски, потому что у нас есть возможность в этом. И все, и я думал, Господь, неужели Ты не мог сделать так, чтобы у него все было? Вот чтобы был полный достаток. И наблюдая из истории Рождества и просматривая потом, вот начало Бог заложил, это было в Его плане, чтобы Иисус Христос пришел именно так. И Луки, 2 глава, 7 стих написано, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в его в ясли, потому что не было места в гостинице. Не было ни одного какого-то аспекта в этом, где бы кто-то сказал, ну вот, как Бог сделал хорошо для своего сына. Знаете, если мы посмотрим, вот эта простота, она из самого начала этого повествования присутствует во всем повествовании. Мария и Иосиф – самые простые люди. Бог не надарил их какие-то особенными способностями. Иосиф был плотник. В другом переводе написано, он был как строитель. Он не только делал плотничество, он сделал работу строителя. У них не было каких-то огромных финансов в семье. Он работал. Иисус Христос возрастал и был тоже работником, и работал. И знаете, был город маленький, и когда интересно, когда Христос вышел на служение, он творил чудеса, и некоторые говорили, нет ли плотник, сын плотника из Назарета? Не было ничего особого в Марии, она не было ничего особого в Марии. И Господь не дал им какие-то привилегии в чем-то Марии и Иосифу. Не был дан им пас какой-то или байпас. Вот вы, родители Господа Иисуса Христа, будет легче? Нет. Ну, вы задумайтесь, почему должна была быть эта перепись? Это тяжело, когда женщина ожидает ребенка, она 8,5-9 месяцев, им надо было идти в 80 миль. Ну, почему 4 или 5 дней на Ослике из Назарета в Вифлеем, вокруг Самарии? Это тяжело. Почему? Господь, нельзя бы сделать было что-то попроще. Нет, я думаю, ни одна женщина, которая ожидает ребенка, она не захотела бы в такую поездку сейчас. Ни один отец не захотел бы идти 4 дня тоже. Они пришли, и не было места. И надо было написано, она родила и спеленала Иисуса. Вы не задумывались об этом? Я не знал и немножко смотрел в это, почему у них были пелены. Они говорят, что евреи с собой носили пелены. Потому что, когда шли в поход куда-то или в дальнюю дорогу, если вдруг человек умирал, надо было, чтобы с собой пелены были. Чтобы нельзя было прикасаться к мертвому. Женщина, когда рожала, то же самое, всегда были готовые пелены. Это не были пеленочки мягкие, тепленькие, которые можно было легко завернить ребенка. Это были лоскутки нарезанные. Она спеленала его, потому что, может быть, думала, сама умрет. Но они же постоянно должны были быть собой. Господи, почему надо было именно так? Почему нужна была такая простота? С самого начала Бог показал такой фундамент. Посмотрите, как пришел в мир мой Сын. И смотря потом на жизнь Иисуса Христа, ты смотришь, как-то вот возрастал просто Сын Строителя. Иисус Христос, когда вышел на служение, у Него ничего не было. Как мы слышали сегодня в стихе, Он говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а у Сына Человеческого нету такого. Иисус Христос никогда, можно сказать, не было такого, где Он показал бы вот при изобилии. Всегда была вот эта простота Божия. Если Христос кормил народ, ну там, извините меня, не было какой-то буфет. Христос кормил, пожалуйста, рыба и хлеб. Когда после воскресения, когда Иисус Христос ждал Своих учеников на берегу озера, Он приготовил ему вот рыба, хлеб. Но за свою короткую жизнь, за свою короткую святую жизнь, 33 года, друзья, те, которые сейчас уже выше этого возраста, это не так много, и вы со мной согласитесь. И как в той песне написано, и за жизнь короткую святую Он все свершить успел. Не перестали ли вы восхищаться Христом? Господи, почему Ты так просто пришел? Чтобы легко можно было подойти к Нему. Чтобы легко можно было иметь общение с Ним. Вы не задумывались, почему люди тянулись к Иисусу Христу? Почему Иисус Христос так легко мог войти в дом мытаря, Закхея и быть у Него, когда многие не могли туда ходить? Они считали Его грешником. Почему для Христа не было унизительно, когда привели к женщину, взятую в прелюбодеянии, и Он обличил других, и все ушли? Он говорит, женщина, где обвинители твои? Нету их. Он говорит, я тебя не обвиняю. Иди и впредь не греши. Это было задумано изначало. Вид Иисуса Христа. Почему мы часто думаем, что на рисунках, на картинках в фильме Иисус или где-то по-другому, и Христа рисует вот такой высокий, красивый, голубые глаза, коричневые волосы, может быть, такие по плечи. А Слово Божие, говорит, не было ничего в Нем, что привлекало нас. Он был простой человек. Он был самый простой. Бог не мог наделить его. Ты будешь самый красивый, потому что ты мой сын. Потому что потом кто-то бы сказал, ну, Господь, ты же своего сделал лучше для своих. Господь унитяжал. Самая-самая простота была в этом во всем. И с самого начала свести Рождества, что восхищает меня, простота. Вот эти ясли, вот эта кормушка, эта пещера, куда положили. Вроде бы можно было все это сделать более, и нет таких. Господь оставил, как это было. И второе, самое главное, что хотелось бы заметить или отметить в праздник Рождества, что восхищает это Боговоплощение. Нету такой другой религии. Когда Господь, в Тот, Которого ты веришь, Бог, Искупитель, Сам Творец, Который сотворил творение, Сам пришел. Для Него не было унизительно войти в нашу плодь человеческую, прийти и прожить эту жизнь. Но, Бориалс, да, это сделал мой Бог, это сделал мой Господь, Иисус Христос. Сто процентов Бог, стал сто процентов человеком. От Иоанна, мы читаем такие слова в первой главе, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И 14 стих написано, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного Отца». Бог не послал кого-то, Бог не послал ангела или вестника какого-то, Он Сам сошел. Он сошел Сам совершить эту миссию, уплотить за мой и твой грех страшной смертью там на Голговском кресте. Сделал это Сам из любви к нам. Знаете, один судья говорил такой, его речь я слушал, он говорил, что был такой случай, говорит, что когда они собрались вместе, вот круги таких высоких чинов, людей, лойеры, судьи, и кто-то еще там, и один его друг, похоже, как-то сильно попал, ему дали штраф огромный, и он, говорит, попросил судья, говорит, can you take care of this for me? Можешь как-то сделать, чтобы забыли об этом? Он говорит, yeah, I'll take care of it for you. И взял его штраф. И, говорит, прошло какое-то время, они встретились опять вместе, и тот, который получил этот штраф, он говорит, судья, слушай, спасибо, что ты, you were able to disregard, что ты мог выкинуть это, сделать так, чтобы никто не вспомнили об этом штрафе. Он говорит, нет, я его не выкинул. Он говорит, а как ты не выкинул, а что же ты сделал? Он говорит, я уплатил за него. Я взял этот штраф, и я уплатил за тебя. Я не мог просто выкинуть его, потому что ты его получил, а я судья справедливый. Я уплатил его за тебя. Знаете, Господь не мог ничего сделать по-другому. Ему нужно было самому прийти в этот мир из любви к нам и уплатить, и сделать вот это все. Бог воплотился в ребенка, пришел и сделал это не только для тебя, для меня, за что я благодарен Богу, и благодарность моя, она не прекратится. Когда у тебя два-три сына, дочь, ты смотришь, как бы у тебя есть один, и второй, и третий, но болеет один ребенок, и ты все равно начинаешь переживать. Получилось так, что в ночь, с пятницы на субботу мы провели в госпитале. Не думали, не знали, проснулся сын наш, начал задыхаться. И как-то это все плохо было. Начал плакать, не может дышать, и мы все подлетели. Я его схватил, отвез в больницу, и началась вот эта суета вокруг него. Знаете, человек 6-7 бегают, они ему делают капельницу, другой одевают маску, дают лекарства какие-то. И ты сидишь возле своего сына, и какой-то трепет такой, вроде бы ты как бы понимаешь, что он болеет, и ты не хочешь, чтобы ничего плохого с ним случилось. Господи, не дай, чтобы ничего плохого, потому что мысли всякие идут. И слава Богу, он быстро был рекавери, уже утром нас послали домой, но я сидел и думал, такую мысль у меня три сына. Бог одного послал. Послушай, друг, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, единородного. У него не было два-три. Он одного послал, потому что полюбил тебя. Сегодня дефицит любви, люди не могут говорить друг другу, я тебя люблю. Редко слышишь это. Друзья, я повторю вам, Бог любит вас сегодня. Если вы не примирились с Иисусом Христом, Он ради тебя, ради меня, ради того, чтобы спасти тебя из-за того, что ты на дело послал сына своего, единородного. Другого не было выбора. Показал любовь свою. И пример с самого начала с Ислей был, с Ислях, Ислях. Знаете, в заключении, перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы напомнить, мы хотим принести что-то, вот сделать подарки Богу. И часто это выражается, может быть, в нашем служении. Мы учим детей наших, чтобы они служили. Это правильно, это хорошо, это надо поощрять. И мы тоже думаем, приготовиться, приготовить слово, пение, декламацию, еще что-то. И я думал об этом, думая, что мои дети могут подарить мне, как отцу на день рождения. Вот если я отец, и у меня есть дети, которые нуждаются во мне, они нуждаются во мне, то есть они еще маленькие, I still take care of them. Что мне могут дать мои дети, что меня сильно обращают, что ты можешь мне подарить? У меня все, слава Богу, есть, работа есть, Господь посылает все, I can provide. Я хотел бы послушание твое. Самый большой подарок, который будет радовать папу и маму, это послушание детей. Когда ты говоришь, и они слушаются. Друзья, самый большой подарок, который мы можем сделать нашему Богу, это наше послушание. И Слово Божие говорит те, которые верующие. Нету этой остановки. Написано, святой да освящается еще. Написано, если вы любите меня, то вы соблюдете заповеденный. Благословит нас Господь, помните об этом. Благословит нас Господь, перед тем, как мы будем молиться, не перестать. Вот в эти праздничные дни, сегодня, может быть, вчера был такой старт, восхищаться Христом. Он центр этого всего. Хоть это Рождество, Пасха или что-то другое, это мой Спаситель. В любой сфере нашей жизни, работа, служение, отдых, хоть что. Господь, я хочу, чтобы Ты был центр, я восхищаюсь Тобой и вся слава Тебе. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok